МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости премиуси в студии Инна Костромина и сегодня в программе. Чем церевато раннее начало взрослой жизни? На вопрос отвечает главный акушер-гинеколог района Андрей Сидых. Образ идеальной девушки нарисовали прохожие на улицах райцентра. Девушкам на заметку. На этой неделе закончат. Реконструкция Екатериновской больницы почти завершена. Откуда на улицах Московской и Комсомольской каждый день появляется мусор? И как с этим бороться? Вы узнаете через несколько секунд. И теперь подробнее. На этой неделе строители планируют сдать объект, к реконструкции которого приступили в середине декабря прошлого года. Это Екатериновская амбулатория, где вчера побывала наша съемочная группа. Реконструкция Екатериновской амбулатории вошла в завершающую стадию. Отделочные работы планируют закончить уже на этой неделе. Объект был под реконструкцию, полностью был разобран до несущих стен. Были заново построены все внутренние перегородки. Новая кровля, то есть новые окна, соответственно, и новая отделка, и благоустройство внутри. Сейчас уже объект находится на стадии завершения, то есть он готов практически на 95%. Здесь должно быть, по идее, все новые кабинеты, очень много специалистов, для специалистов много кабинетов. То есть сделано по новым технологиям, то есть кондиционированность, вентиляция воздуха, то есть полностью здание должно соответствовать современным требованиям и нормам. Старинный помещичий особняк преобразился до неузнаваемости. Прежние межкомнатные перегородки убраны, вместо них выложены стены врачебных кабинетов. Их уже порядка 40. 10 специалистов здесь разместится спокойно. Прием пациентов будет осуществляться по кабинетной системе, которой здесь до того не было. Бывшее здание родильного отделения. В последнее время приспособленные под хозяйственные нужды снесли и разбили на это месте цветник. Клумбы – одна из составляющих проекта. Здесь уже сейчас красиво. Светлые, цвета топленого молока стены с шоколадного цвета отделкой смотрятся весьма выигрышно. Внешним видом екатериновцы остались довольны. Теперь, говорят, сюда бы специалистов хороших. Чтобы была больница, так можно было пойти туда, но не в Курган к вам ехать и сидеть целый день в очереди в Курган. Потому что мы уже старики, нам надо лечиться почаще, уже все. А в Курган ехать очень тяжело для пожилого человека. Приедешь там, пробудешь в очереди, просидишь. А потом что, нечем домой ехать? Сиди до вечера, пока автобус будет идти. Ребенок не игрушка и забавы не детские. Мы о последствиях раннего вступления девочек-подростков во взрослую жизнь. Но лучше послушаем мнение специалиста, главного акушера-гинеколога района Андрея Седых. Медицинских аспектов, связанных с ранним вступлением, с ранним началом интимной жизни, их, в общем-то, несколько. Ну, первая и наиболее лежащая на поверхности, это, конечно, проблема подростковой беременности. Проблема подростковой нежелательной беременности. Уж не знаю, чем это объяснить. Но за последнее время, к счастью или к сожалению, мы реже стали сталкиваться с прерыванием нежелательной беременности у девочек, у молодых женщин, у молодых девочек. Но проблема вынашивания беременности, проблема родов, которая все чаще и чаще перед нами становится. Если раньше для нас была проблема удержать девочку от прерывания беременности, то сейчас проблема в том, как эту беременность выносить. Это, конечно, более достойное решение, более правильное принятие решения. Но, поверьте, для молодого, не крепшего организма нагрузка в виде вынашивания беременности и родов, она очень серьезна сама по себе. Я уже не говорю о чисто психологических нюансах, когда девочка, которая два года назад перестала играть в куклы, оказывается в ситуации, когда рядом с ней уже не кукла, а живой маленький организм человечек. Очень редко мы видим действительно материнское отношение у девочек 17 лет. Их очень немало. За прошедшую неделю из нашего роддома выписалось две молодых мамочки 17-летнего возраста. Ну, что вам сказать, у обоих у них роды закончились оперативным путем. Мы сделали им кесарево сечение просто потому, что они не морально, не физически были не готовы к тому, чтобы пройти через процесс родов и стать мамочками таким путем, каким задумана природа или определил Господь Бог. Начиная половую жизнь, многие девочки, в принципе, не очень хорошо себе отдают отчет в том, а что вообще происходит, что случается с ней, чем чреваты контакты подобного рода с мальчиками, молодыми мужчинами и так далее. То есть, общаясь с молодыми девочками на приеме в женской консультации, я сплошь и рядом на вопрос. А ты хочешь забеременеть? Слышу, нет, я еще не могу. Ты предохраняешься от беременности? Нет. А почему? Не знаю. То есть, этот вопрос их просто ставит в тупик. Они глубоко уверены, что они не могут забеременеть в результате полового контакта. То есть, я не знаю, назвать это половой неграмотностью или просто безалаберным отношением к жизни, или просто юношеское на розовые очки, когда ты глубоко уверен, что с тобой ничего плохого быть не может. Ну, это практически повальное. Вот такое вот представление о взрослой жизни у молодых девочек. Мы предложили прохожим в нескольких словах обрисовать образ идеальной девушки. Получился он весьма далеким от того, каким рисуют его себе доморощенные нимфетки. Итак, девушки, слушаем внимательно, запоминаем и стараемся соответствовать. Значит, у девушки не должно быть никаких комплексов. Она должна быть, во-первых, отвечать. Если она девушка, то всем критерием девушки быть такой, 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 такой. Знаете, какой. Девушка должна быть. Если женщина, значит, женщина мать и так далее и тому подобное. А как вы относите к женщинам? Много к ее легкого поведения? Вообще никак не отношусь. Я мальчик. Ну, это другой вопрос. Конечно, отрицательно. Мы же порядочные люди, мы же женатые, все знаем, как это. Уроним интригу. А вот молодые девушки, которые начинали с 15-16, уже начинают быть взрослыми. Тоже против. У нас в самих дома напряженка. Я там ссорюсь постоянно. Так что тут. Спасибо большое. Скромная, чистенькая, миролюбивая, умная. Прежде всего. Основные это уже мелочи. Скажите, а как вы относитесь, не в том смысле, что вы относитесь к девушкам, ну, такого легкого поведения, таких вот, ну, легкого поведения? Прямой совет всем этим девушкам, пусть идут в церковь и замаливают грехи. Больше ничего не скажу. Ну, я уже встретил, у меня есть идеальная девушка. Ну, чтоб фигура была, мозги были. Не знаю. А что еще? А какое же отношение к девушкам доступно, легкого поведения? Ну, я не знаю, с такими не общаюсь, потому что есть жена. Идеальная. А не существует. Стройная, не курящая, добрая. Отзывчивая. Наверное, хватит. Но я даже не знаю. Чтоб не обидеть. Наверное, никакого. Спасибо. Какое девушку вы считаете идеальным? Не узкое радио. Это никто не идеален. С 2011 года вышло в свет единое налоговое уведомление. О преимуществах и недостатках его рассказывает заместитель начальника Матвеевы Курганской межрайонной налоговой инспекции Николай Лещук. С 2011 года формирование налогового уведомления производится в зависимости от наличия у физического лица объекта налогообложения по одному или нескольким налогам, подлежащему плате, будь то земельный, транспортный налог или налог на имущество физических лиц. Новая форма уведомления позволяет в одном бланке отразить все обстоятельства налогоплательщика по указанным выше налогам. Налоговая инспекция в этом году отправлена уже через почту России и муниципальное образование около 120 тысяч налоговых уведомлений. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Матвеевы Курганского, Куйбышевского и Никлиновского районов с просьбой о том, чтобы кто не получил уведомления. Или если уведомления эти были получены, но в них находятся какие-то неточности, либо ошибки, они своевременно известили об этом налоговую инспекцию. В конце налогового уведомления есть заявление. В этом заявлении имеется три раздела, в которых отражено первое. Если объект не принадлежит физическому лицу, а в этом налоговом уведомлении он присутствует. То есть может быть такая ситуация, когда дом, либо машина были проданы, а в уведомлении все равно он присутствует. Поэтому необходимо в этом разделе указать ошибку, которая была допущена, и отправить в инспекцию. Таким же образом, во втором разделе там отражаются ошибки такого порядка. То есть если в уведомлении вообще отсутствует какой-либо транспорт, либо имущество, то есть у плательщика этот вид имущества имеется, а в уведомлении на него не начислен налог. В третьем разделе, если неправильно указана кадастровая стоимость, либо мощность автомобиля, либо стоимость дома, либо квартиры. Поэтому вы, значит, увидев эти ошибки, также присылайте в налоговую инспекцию с исправлениями заявления. Налоговая инспекция каким образом будет поступать? Значит, она будет уточнять эти обязательства, то есть смотреть в своей базе данных. Действительно это так. Если в базе данных допущена техническая ошибка, то эта техническая ошибка будет исправлена и сделан перерасчет налога и выслано новое налоговое уведомление. Если в базе данных налогового органа нет этой ошибки, либо отсутствует, то будет, либо объект отсутствует, то будет сделан запрос в регистрирующий орган. Значит, при получении ответа из регистрирующего органа будет сделан перерасчет и также будет направлено уведомление налогоплательщику. На телефон горячей линии нашей телекомпании поступил звонок от жительницы поселка Матвеев-Курган, которая обратилась уже с наболевшей проблемой, загрязнением улицы Московской. По указанному адресу выезжала наш корреспондент Дарья Черненко. К нам начали поступать жалобы, связанные с тем, что в нашем поселке не везде убирается мусор. Например, по улице Московской, около магазина «Орион» ужасный беспорядок. Уборщица магазина Солупаева Лидия Петровна выступила с обращением к местным властям. Я обращаюсь к главе администрации сельского совета и не знаю, кто командир банкомата у нас. Хочется обратиться к депутатам поселковского совета нашего Матвеева-Кургана. Надо объезжать как-то свой участок и смотреть на этот весь, простите меня, срач. Заявление у нас, у Гапоненко мы писали, ходили к заместителю райпо, но никаких. Два раза приехали и все, как срач был, так и есть. Жалобы жалуются жители этой улицы, что вся бумага от банкомата летит по всей улице. Мы хотим, чтобы у нас была чистота. Пускай действуют и работают депутаты наши, поднимают свои попы и ездят по Матвееву-Кургану и смотрят, где свет горит, где мусор, где как. Но я не знаю, к кому еще обратиться. Такая же ситуация сложилась и на железнодорожном вокзале. Люди, работающие в магазинах поблизости, очень недовольны беспорядком вокруг. Постоянно остается мусор, постоянно люди не бросают урну, не могут построить новую. Стояла урна, люди ее разобрали, разбили, оставляют мусор. У нас даже табличку специально сами повесили, написали, не сорить. Приходим, табличка сорвана и пакеты с мусором. Администрация не смотрит. Приходят, походили по вокзалу, посмотрели. Все, развернулись, так же все и осталось по старому. Надо принимать какие-то меры. Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в Матвеево-Курганское сельское поселение. Специалист администрации Михаил Погорелов отметил, что эта проблема существует давно. Решится она только тогда, когда жители улиц Московской и Комсомольской согласятся на договорной основе вывозить мусор на специальный полигон. Обращаемся к вам с просьбой заключить договора, обязательные на вывоз мусора. Так как, согласно правил эксплуатации объектов благоустройства на территории поселения, заключение договоров является обязательным. В данное время со всей улицы Комсомольской, с проживающих 123 домовладений, заключено только 78. Что, естественно, является фактом нарушения обязательного заключения договоров. Поэтому еще раз я обращаюсь к вам заключить договора. По поводу мусора, находящегося на остановочной площадке возле ЖД вокзала, то данным фактом занимается коммунальная служба, осуществляется регулярный вывоз данного мусора. Жители не могут относиться к чистоте и порядке, непривыкшей к чистоте и порядке. Поэтому осуществляют несанкционированный вынос мусора. По улице Московской хочу пояснить, что в связи с банкоматом находится Сбербанка. Поэтому направим рекомендации руководителю данного Сбербанка с просьбой осуществлять своевременный чистоту и порядок своего банкомата. И также к предпринимателям обращаюсь тоже, чтобы наводили на свои прилегающие территории чистоту и порядок. Это была последняя информация минувших дней. О том, как будут развиваться события дальше, вы узнаете из нашего субботнего выпуска. Эти и другие новости ищите на нашем официальном сайте mius.info. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи. Продолжение следует...